Здравствуйте, друзья! У нас сейчас юридическая дилемма в стране возникла. Значит, дилемма это так примерно звучит. Вот есть должностное лицо, ну очень высокое, ну вот президент. Этот президент совершает преступление. То есть он совершает некое действие, которое любой из нас, и гораздо выше, чем из нас, уже бы так был в наручниках, и ему светило бы 20 лет тюрьмы. Понимаете, да? Но это делает не я, потому что мне бы сразу дали, и вам бы сразу дали. А делает это бывший президент, бывший. И вот, значит, возникает... Ну, там есть, безусловно, есть люди, которые говорят, да это вообще не преступление, он и сам говорит, это вообще, там я ничего такого не совершал. Есть люди, которые говорят, да где вообще... Ну, а дальше есть суды, да, все вопросы решаются в судах. И вот у нас тут, значит, процессуально, по мере того, как, значит, разворачивается дело о документах, которые у Трампа обнаружили, которые он скрывал, сознательно скрывал, несмотря на официальные, там, требования и запросы от ФБР, там, и так далее, скрывал у себя на даче. Кстати, федеральный судья, назначенный, кстати, выдвинутый и Трампом, и утвержденный Сенатом, знаете, в какой момент, это очень интересно, после того, как Трамп проиграл выборы, но там еще есть полтора месяца, пока все это функционирует, вот они в этот момент, тетку, симпатичная женщина, очень консервативная, но очень консервативная. И вот она, значит, приняла такое постановление, там был такой запрос, исключительно с целью оттянуть, как бы, затянуть процесс, назначить человека, который возьмет все документы, которые ФБР у него забрало, значит, с этого резорта, и отделить личное, отделить то, что не может быть рассмотрено ни в каком судебном предиске, потому что это защищено, как коммуникация между адвокатом и клиентом, в частности, есть коммуникация, которая защищена, так называемая executive privilege, то есть, скажем, вот с большим начальником, с президентом или президентом, такого плана. Хотя, в принципе, executive privilege распространяется на действующую власть, а не на то, что в прошлом был. Отдельно. Короче, там такой, как бы, разговор идет, ну вот эта женщина, она говорит, ну давайте назначим человека. Дело в том, что ФБР, когда этим занимается, когда собирает все эти документы, первым делом, что они делают, они сажают своих сотрудников, которые отсеивают те документы, которые нельзя потом принести в суд, потому что судья скажет, что этот документ уберите, то уберите, это мы не рассматриваем и так далее. То есть, им это тоже не нужно. И они первым делом сами отсортируют. Но, в принципе, если, допустим, вы были бы адвокатом на стороне, ну скажем, Трампа или человека в положении Трампа, у которого что-то там изъяли, вы бы сказали, ну знаете что, мужики, мы понимаем, что они отсортируют, но я лично предпочитаю сам отсортировать. Или там, скажем, независимая какая-то там third party отсортируют, нежели вот эти самые ФБР, которые там, или там прокуратура, которая пытается что-то надыбать. Вот. Но, короче, а там много документов. И вот всякие люди, значит, юристы, причем консервативные юристы и так далее, и так далее, вот они все обсуждают вот это решение. Кстати, сегодня генпрокуратура должна принять решение, принимают они это или будут апеллировать. Но там интересно, там апелляционный суд, который над ними. Там 11 человек, и из них 6 назначены Трампом. Понимаете, да? Вот. Ну, в общем, у нас суд перестал быть независимым таким, внепартийным. У нас теперь суды вот такие, можно сказать, типа Басманного. И вот, значит, я утрирую, конечно, но так, тоже ей присутствует. И эта женщина, она федеральная судья, она там рассуждала, типа, там, вот, что все-таки он бывший президент, и что он может какой-то репутационный ущерб какой-то получить, вот если там, допустим, как-то так вот не назначить этого, называется спешл мастер. А там уровень допуска к этим документам такой, что высшие чиновники администрации, например, нынешней, не имеют доступа. Представляете, да, кто должен там быть? Ну, кроме тех, кому доступ дал сам Трамп, понимаете, да, там, пока они у него там полтора года лежали, значит, кому дал там сфотографировать или там смотреть, не знаю. В общем, так вот, высшие чиновники не имеют доступа. Вот кто, кто теперь будет смотреть, там, рассматривать? В общем, интересный вопрос. И получается такая история, идет дискуссия, по-настоящему, без дураков, неполитизированная. Идет дискуссия о том, каков уровень преступления должен быть совершен президентом, так, чтобы его потом нельзя было судить. С одной стороны, как бы, легальная концепция состоит в том, что никто у нас не может быть выше, чем закон. У нас нет людей, которые выше закона. И это официально юридическая концепция. При этом есть некоторая сложившаяся практика. И вот сторонники, так сказать, вот этой точки зрения, они говорят, вы знаете, пацаны, если мы сейчас будем судить бывших президентов, то мы далеко уйдем, потому что вот сейчас уйдет Байден, да, придет там кто-нибудь, следующий после него, всегда найдется за что судить. Вы что думаете, вот вам вы на Трампа надыбали, а на вас там не надыбают? И на вас надыбают, если захотят. Особенно, когда у нас прокуратура, да, политизированная, когда у нас, значит, суды политизированные, уже когда вообще уже страны нет, да, как бы две страны, вот страна вот слева и страна справа, понимаете? А просто так страны, чтобы на всех сразу, как бы, и нет. И вот они говорят, если мы будем, значит, что будет, если мы сейчас начнем судить там всех бывших президентов? Другие люди им говорят, нет, а что будет, если будут вот такие вещи делать, и ничего, и вот им за это ничего. Где та грань, где то преступление, совершив которое, ты можешь и дальше вот, и ничего, и тебе ничего. Понимаете? Вот, поэтому, да, там на самом деле довольно много всего еще продолжается. Сейчас на Трампе висят процессы, которые идут, кроме вот этого, который недавно выскочил, буквально. Это что-то новенькое, относительно новенькое. Там же есть еще за то, что он пытался, значит, надавить с целью изменения итогов выборов в штате Джорджия. И идет расследование, мы не знаем там точно, что происходит. Генпрокуратура, не только Конгресс, генпрокуратура расследует события 6 сентября, и какова ответственность там и не только Трампа, а многих официальных лиц, которые, в общем-то, должны были бы по должности вмешаться. Вот, так что много всего. А тут еще выборы у нас, знаете? У нас же же выборы два месяца осталось. Вот сегодня, что там, 8 сентября. Вот уже ровно два месяца до выборов. Друзья, что интересно, и месяц до начала розыгрыша, не розыгрыша, а начала приема заявок для участия в лотереи Green Card. Представляете, какие интересные вещи происходят? Им два месяца дают, а нам только один. Вот как раз, как только закончат принимать эти заявки на лотерею Green Card, так сразу и выборы. Вот так оказалось бы несвязанное событие. В общем, друзья, политическая жизнь бурлит. Бурлит слева, бурлит справа. Значит, зомби ходят с этими своими деревянными колами. Ну, в общем, нормально все как положено. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!